Никакого монтажа, все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.ng Своими глазами. Наша организация, Ассоциация Модуша и права на жизнь, уже 20 лет, как работает в муниципе ИТО в области движения здорового образа жизни, также в области противодействия эпидемии и тенормальной муниципе ИТО. Все, что мы делаем на протяжении этих 20 лет, это основное успешное сотрудничество совместно с социальными учреждениями, с медицинскими учреждениями и, конечно, с творением ИТО, потому что мы имели и имеем всегда достаточную и огромную поддержку в реализации программ по улучшению эпидемиологической ситуации в городе и такие ситуации улучшаются. Я не буду очень детально презентовать данную презентацию, она у вас есть распечатанная в виде того, чтобы сохранить время и дать возможность выступить. Я хочу сказать только, что в 2016 году было принято решение и с поддержкой Примором Муниципли Аблокс город Беньки стал участником регионального проекта, проект противодействия эпидемии веще-туберкулеза в городах источной Европы и Центральной Азии, один из пяти городов из этого региона. Это город Скофия, это Алматы, это Тбилиси, это Беньки, это Одесса. Благодаря этому проекту мы умели построить очень хорошее механизм сотрудничества и начали мы с того, с оценки ситуации. Хотя нам очень много было известно о ситуации в городе и власть, этот проект нам помог еще лучше узнать ситуацию, которая касается эпидемии ВИЧ и наркомании в нашем городе. Я вам приведу только несколько цифр, для того, чтобы вам было понятнее, насколько все-таки эта проблема важная и какое время несет для себя город, сталкиваясь с такими проблемами. И насколько важным является вопрос решения данных проблем и поддержки тех инициатив, которые на данный момент существуют. Каждую неделю у нас в городе один человек заражается ВИЧ-инфекцией. Это статистика, приведенная на обычные цифры. Каждые три дня в нашем городе один человек заболевает туберкулезом. Каждый четвертый человек, ВИЧ-инфицированный человек болеет туберкулезом. Каждый пятый больной туберкулезный человек имеет положительный ВИЧ-статус. Это говорит о том, что эти проблемы идут руку об руку и надо решать их совместными усилениями. Калория смерти инфекцированных относится связанно с туберкулезом. То есть причина это туберкулез. И смертность от туберкулеза в городе Болос на 45% выше в среднем, чем в нашем стране в целом. Здесь есть слайды, которые я предлагаю вам посмотреть в свободное время. Также я вам говорю, что мы доступны для визита. Наша организация приходится по адресу подъезда 7А. Мы доступны для визита для обсуждения ситуации, для обсуждения внедренных программ и возможных путей сотрудничества более тесного. Проект, о котором я упомянула. Сейчас второй год реализации данного проекта. Визита считается одним из, оценивается как хорошая практика в области сотрудничества между государственными секторами, муниципальными областями и неправительственными организациями. Я очень быстро пройдусь через действия проекта. В рамках проекта мы убили особое внимание разработки муниципальных программ по противодействию ВИЧ и туберкулезу. Мы активно участвовали в рамках этих программ. И впервые, в принципе, программа была принята с бюджетом. Мы указали все средства, которые с помощью нашего организации мы привлекаем к городу, недоступны, на ней видимые. И также в рамках этих программ уже есть выделения из муниципального бюджета, предназначенные на непосредственные вмешательства в области противодействия в среде уязвимых групп. Таким образом, программа предусматривает поддержку, в том числе финансовую, согласно графику, которую вы видите на экране. И рост тогда финансовой поддержки, начиная с 60 тысяч, которые уже были, выдели нас в прошлом году, в этом году аж до 205 тысяч. И далее, как обозначено в новой программе, это существенная поддержка, потому что средства, которые были использованы до сих пор для профилактики ВИЧ, для работы с потребителями наркотиков, с наркотиками, они к нам приходили изменения. Это ресурс Глобального фонда, который в последний год, в предыдущий год, уменьшил свои ресурс на 50%, а по истечению следующих трех годов предполагается уже прекращение данного вида финансирования и очень низкая поддержка финансирования. Поэтому этот склад очень важен, и мы предлагаем в том числе рассматривать другие возможности поддержки данных программ. И в общем, мое предложение состоит в усилении эффективности нашего сотрудничества в рамках этого регионального проекта. У нас есть партнеры из различных городов, мы можем обратиться за экспертизой, мы можем их посетить. И вот за такой экспертизой мы обратились к Одессе, потому что у них есть важные успехи в этой области. И я попрошу Елену представить нам эти успехи. Я скажу коллеге, потому что я за 500 практически километров от дома, но чувствуешь себя абсолютно как дома. И погода такая же, и обсуждение в таком же накале, и так же это происходит. Единственное, чего нет, это нет флагов партий. И это, я приятно удивлена, это показывает о том, что город действует вместе, единой силой, чтобы решать вопросы громадной. Я хочу сказать, что вопрос, о котором говорила Алла, он не популярен для депутатов. И большую часть это будет, когда касается вопрос людей из живущих с ВИЧ, или потребителей наркотиков, или люди из работников коммерческого секса, или это мужчины, имеющие секс с мужчинами, это непопулярно. И любой из депутатов, как и я в том числе, когда-то я делала так, это не мой вопрос. Давайте я буду заниматься детьми, я буду заниматься вопросами своего округа, но этот вопрос меня не хотел, чтобы касался. И поэтому однажды я была приглашена от муниципалитета, направленного мэром города. Уважаемый Николай Николаевич, я хочу вам выразить приветствие от Геннадия Ленибевича Труханова. Город Одессы, мэр города Одессы всегда будет рад вам. И после того, как я озвучу приглашение от города, ваша делегация присутствовать у нас, я надеюсь, вы тоже примете приглашение и будете нашим гостем. Мне, и вернусь, я не хотела ехать в Академию Бурганова, по снижению вреда и учиться этому, потому что это непопулярно. Но когда я туда попала, я увидела, какая ситуация обстоит. Я вам скажу, ситуация в Одессе. Каждый день в Одессе умирает 12 человек от ВИЧ. Каждый день. От туберкулеза каждый день умирает 6-8 человек. Это большое количество людей. Мы с муниципалитетом сели во главе с нашим мэром и начали говорить, мы можем строить дороги, мы можем строить здания, мы можем думать о том, как снести все малые архитектурные формы, навести порядки в наших площадях, но может случиться так, что людей не станет в этом городе. Когда мы услышали то количество людей, которые употребляют наркотики действительно в городе, не то, что пишут официальные ли статистика, а то, что провела независимая оценка, тогда мы поняли, что проблема действительно актуальна. Если вы позволите, я скажу, как происходит в городе Берец, у вас записано людей, живущих с ВИЧ, на статистике, по статистике стоит 1700 людей, а по независимой оценке, которая прошла, 6000 людей. Людей, употребляющих наркотики, 900 человек, из них 300, это инъекционные наркотики, которые полят себе опиум, а по факту 5600, по оценке независимой. Людей, занимающихся коммерческим сексом, 2700. Знаете, депутаты не хотели в городе Одессе слушать о том, что есть такая категория людей, которые занимаются коммерческим сексом. Но когда я сказала, что в мире, это везде, в каждой стране, в каждом городе, 56% людей пользуются услугами работников коммерческого секса, мне не поверили. И я сказала, ребята, из здесь сидящих 56% пользуются услугами. И глаза некоторые спрятали, тем самым не позиционировали, я говорю, спасибо, вы мне подтвердили о том, что такая категория есть. Я очень благодарна. И вот, когда я начала учиться, как это происходит, и когда я стала ходить к семьям людей, которые, люди, которые употребляют наркотики, когда я стала ходить на Outreach маршруты или выходить на улицы, смотреть, что это есть, я пришла к мэру и сказала, Геннадий Ленин, это факт. Это не какая-то сказка, которую нам диктует ООН и говорит о том, что есть ВИЧ, а на самом деле это просто списывание денег. Это есть. И есть у нас хостелы, где люди умирают от ВИЧ, потому что они становятся своим семьям, не нужны. Я была приятно удивлена, потому что у вас в городе есть центр интегрированных услуг, где оказывается психо-социальная помощь людям, живущим с ВИЧ. Это очень здорово, вы молодцы. Я хочу вам сказать, что то, о чем Алла сказала, не работают с реабилитацией. Город Одесса пошли другим путем. Мы покупаем услуги реабилитационных центров, которые работают в городе Одессе. Мы сами с комиссией проверили, как они работают, чтобы это не были религиозные центры, чтобы это были светские. Какие услуги? И мы оплачиваем. Мы туда направляем людей, которые не могут быть на заместительной терапии. У вас заместительная терапия есть, но есть другой вид, альтернатива, это реабилитация. Вы знаете, если я скажу вам, что это не популярно, да. Но если я вам скажу, что это то, что включает сердца людей, и мы как депутаты должны быть включены, чтобы помогать людям, потому что мы для этого нас и выбрали. И именно мы с вами можем остановить рост академии. И когда глобальный фонд сказал о том, что есть такой проект, то мы как Одесса, мы очень старались быть в этом проекте. Почему? Через 4 года глобальный фонд заберет деньги всех, которые были в данном направлении работали. А людей может стать рост эпидемии. Если мы не научимся, как взаимодействовать между неправительственными организациями и муниципальным сектором. К сожалению, я как депутат понимаю, что вам немножко тяжелее, потому что у вас есть централизация власти, и поэтому строительства в бюджете города действительно не хватает. Это намного тяжелее, чем в Одессе, потому что мы пошли путем децентрализации. Но тем не менее, мы должны помнить всегда о том, что это жизни тех людей, которые живут в этом городе. И вы как мэр, и вы как депутаты, это прежде всего о чем вы должны думать. Вы знаете, я хочу поблагодарить тех людей, которые уже... Я спросила у Аллы, Алла, скажи, пожалуйста, вот есть депутаты, кто заинтересованы и уже включены в работу? И она мне написала список, и я благодарю этих людей. Вас, Николай Николаевич, Вас, Ирина Мерчевна, я благодарю. Я также Александра Федоровича Усатова благодарю. Елена Грицко, спасибо. Феодора Редюкова, это здравоохранение. Я благодарна, что эти люди включены в работу с непопулярными группами. Вы знаете, еще больше я вниклась в проблему, когда мои близкие друзья вдруг в 47 лет они решили употреблять наркотик. Бизнесмены, богатые люди, у них все есть, но сегодня эти люди находятся на реабилитации. И казалось бы, это не говорят вслух, но это происходит. И многие из даже здесь сидящих никогда не проходили тестирование на ВИЧ. Потому что, знаете, что мы сделали в Одессе? Программу по этому направлению не принимали 4 раза депутаты. Многие прятали глаза, говорили, что у нас есть куда деньги выделять. Разные были дебаты. Было прошло 100 заседаний. Послушайте, 100 заседаний одному вопросу. Ни одна программа не обсуждалась так яро, как эта. Хотя я шучу всегда, всегда самые обсуждаемые вопросы это земельные вопросы, правда, или коммунальная собственность. Но на это потребовалось 100 заседаний. И 4 заседания совета. 4 месяца, еще плюс там 2 месяца у нас не было заседания, полгода принимали программу. Но мы приняли программу. Бюджет нашей программы 65 миллионов гривен. Я не могу посчитать, сколько примерно. Но и это только статус. Что мы можем выделять. Я хочу сказать только обратиться к вам. Я не призываю здесь выделять деньги только. Я призываю вот к чему. Поймите, что эта проблема есть. Мы как город рядом сосед готовы делиться тем опытом, который есть у нас. И мы очень хотим, чтобы депутаты, мэр города были заинтересованы. Чтобы делиться опытом, что есть хорошего у вас, что есть хорошего у нас. Точно так же в проекте есть и Грузия, Тбилиси, Аматы, София. Муниципалитеты этих городов так же открыты. Поэтому очень бы хотелось, чтобы у вас была делегация, которая посетила наш город. Мы приглашаем нашу жемчужину. Мы хотели бы познакомить с комиссиями различными, которые есть, с нашими городскими программами. Как это работает. Для этого в бюджете этого проекта также есть средства. И любой желающий, мы будем рады вас видеть. Я думаю, что вы сможете с секретарем совета, а также с руководителем-координатором проекта согласовать количество людей. Даже если приедут все депутаты, город Одесса будет рада вас видеть. Я надеюсь, что у нас будет возможность побеседовать в узкой беседе о том, как проходило, как выделялись средства, какие были проблемы. Я всегда буду рада вам помочь. Поэтому я желаю вам удачи. Я очень хочу, чтобы ваш город и наш город смог остановить эпидемию. И чтобы каждый человек в городе, во-первых, знал свой статус. Во-вторых, и не только статус депутата. И статус о своем здоровье. И чтобы не было у вас, как и у нас, этой дискриминации, когда если человек слышит, что он ВИЧ-инфицированный, или рядом с ним ВИЧ-инфицированный, стараются сделать два шага влево или вправо. ВИЧ-инфицированный, а это люди, которые... Может быть, кто-то из нас также имеет статус ВИЧ. И они равноправные нам с каждым. ВИЧ-инфицированный, Продолжение следует...